В зоне заморозки были отмечены на севере центрального района в Костромской области. На метеостанции ВОХМа столбик термометра под утро остановился у отметки минус 0,4 градуса. В ближайшие сутки условия погоды в центре Европейской России существенно не изменятся, а значит вероятность заморозков не исключается. Это пока вся информация и как всегда в конце выпуска поговорим о влиянии погоды на наше с вами самочувствие. Итак, во вторник основным фактором, влияющим на самочувствие, будут отдельно возмущения геомагнитного фона. Особенно чувствительны к таким возмущениям люди, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Недомогание, слабость и усталость в этот день могут испытывать даже вполне здоровые люди. Повышенное атмосферное давление на большей части Европейской России может не лучшим образом влиять на самочувствие людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. У них могут отмечаться скачки артериального давления, боли в области сердца, а у людей, склонных к мигрениям, главные боли. В средней полосе России погода вполне комфортная. На юге Европейской территории России метеопараметры не выходят за пределы климатических норм и даже кратковременные дожди не должны повлиять на самочувствие большинства. Ну а я желаю вам и легкого начала новой рабочей недели. И помните, у природы нет плохой погоды. Внутренние часы птиц заставляют их переходить, скажем так, с гнездового поведения на поведение миграционное, как правило, в одни и те же календарные сроки, которые могут, конечно, сдвигаться на несколько дней, но чаще всего они неизменны. Другое дело, что задержка птиц уже на путях миграции, она часто создает впечатление, что птицы еще не улетели. На самом деле это не наши птицы, а более северные мигранты, которые просто остановились у нас в Подмосковье, могут остановиться птицы, улетевшие в положенные им сроки, скажем, из Вологодской и Архангельской области. А мы думаем, что это наши подмосковные птицы еще не улетели. Так что все-таки вот эта привязка к определенной долготе дня, которая включает миграционное поведение птиц, она довольно четко прослежена на птицах. Другое дело, что сейчас все-таки идут процессы, которые вот эти четко привязанные к долготе дня даты немножко расшатывают. И это связано в том числе и с потеплением климата, циклическим или глобальным, как некоторые думают. То есть сроки наступления миграционного поведения, они немножко меняются, потому что существуют долговременные процессы смены климата на нашей планете. КОНЕЦ Профессиональные туристы и путешественники утверждают, заблудиться в лесу не такая уж и большая проблема, если ты знаешь, как себя прокормить. И первое, что приходит в голову, это, конечно же, грибы. Очень вкусно, питательно, а главное, полезно. Но вот вопрос, какие грибы действительно съедобные, а какие лучше вообще не брать в руку. И как погода влияет на грибной урожай. Об этом сегодня в нашей рубрике «Школа выживания». Борис Коротков – грибник со стажем. Нередко мужчина оказывался в сложных ситуациях, когда лес вдруг становился не закадычным другом, а заклятым врагом. Борис Анатольевич признается, если бы не его знания, привиты еще отцом и дедом о грибах, он, наверное, не выжил бы. И он точно знает, грибы чутко реагируют на все погодные изменения. Погода и грибы – это связанные вещи? Связанные вещи. В жаркую погоду, в старину за грибами вообще люди не ходили, когда долго стоит неделя, вторая жара, за грибами не ходили. Потому что гриб себя берет из атмосферы в это время все нехорошее. Остается только проверить, насколько легко найти в лесу съедобный гриб. И сегодня мы проведем небольшой эксперимент. Я, полный новичок в тихой охоте, отправляюсь вместе с профессиональным грибником за грибами в лес. И посмотрим, какой будет мой улов, а какой будет улов у Бориса Анатольевича. Субтитры сделал DimaTorzok О, вот это точно съедобный, и, по-моему, это босиновик. Красавчик. О, белый, класс. Это очень здорово. Ох, да, по-моему, белый. О, еще один. О, белый, класс. А вот какого мнения на этот счет придерживаются микологи, ученые, которые изучают грибы. В этом году погода принесла им немало сюрпризов. В этом году вообще удивительная погода. У нас в этом году исчезла весна. То есть была зима, 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 зима. Потом вдруг бах, снег уже еще лежит, а уже началось лето, жара. И жара стояла дни десять. А потом пошли немножечко дождики, и многие грибы подумали, что вот лето уже прошло. И поэтому в конце мая прошла волна белых грибов, подубовиков, совершенно осиных лет. Что этот год, он вникальный. А вот затянувшаяся жара и отсутствие дождей действительно отрицательно сказывается не только на количестве грибов в лесу, но и на их качестве. Грибы, они отличаются тем, они осмотрофы, то есть они питаются сасовым питанием, вот из окружающей среды, там, субстратов, ну, всей поверхности. Поэтому это свойство их очень развития. Поэтому если в субстрате, то есть в почве, в древесине, где угодно, есть тяжелые металлы, остатки пестицидов каких-то, или еще что-то токсичное, они это, там, радионуклеиды, они это в сосуд так накопят, что у них будет концентрация больше, чем в окружающей среде. То есть в таких местах, где вот есть, вот, были какие-то вот выпады вот этих вот соединений, нехороших для нас, грибы собирать ни в коем случае нельзя. Любой прекрасный белый, он может стать ядовитым, если он растет в месте, где в почве много токсиников. Самым опасным грибом Максим Дьяков считает бледную поганку. При желании одним таким грибочком можно отравить целую армию. Причем симптомы отравления появляются только на третий день после трапезы. И спасти человека в этот момент уже практически невозможно. А чтобы не собирать ядовитые белые грибы в неблагополучных с точки зрения экологии местах, лучше вооружиться экологической картой района. Так что же удалось насобирать в нашем лесу? Погода, к сожалению, дождей мало сейчас у нас проходят. Грибы не очень хорошо растут. Больше бывает и лучше бывают грибы. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Давайте посмотрим. Вот, я смотрю, полный набор всяких. Когда его срезаешь, надламываешь, здесь покраснение. Есть такой гриб нельзя. Собирать его нельзя, мы откладываем его в сторону. Ну, вот такой же его собрат. Тоже ложный подберезовик. То есть это ядовитый гриб, да? Да, ядовитый гриб. Видите, вот настоящий подберезовик, серый, а этот с краснотой. Вот они отличаются, правильно? Да. Тоже в сторону откладываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА